Газеты «Эврика» И даже, наверное, некоторые уже ознакомились с основными материалами газеты Но хотелось бы остановиться на некоторых темах, которые наши журналисты выделили в качестве главных за прошедшую неделю Действительно, было событий много, и события были разнообразные И, конечно, на главной странице вы видите, как всегда, за последнее время, буквально ежедневно, главная тема – это паводок и последствия этого паводка Сейчас люди возвращаются в свои дома, кто-то возвращается в дома, от которых мало что осталось Но вот сегодня в газете, и чуть позже мы к этой полосе подойдем, покажу материалы есть Вот официальные комментарии, собственно, в отношении этих событий Но на второй-третьей полосе ЗНО «Октюбинских дорог судят за помощь подруги» Вот в этом заголовке уже и основное содержание можно уловить Связан материал с тем, что одна из, пожалуй, самых известных полицейских – вот обратная сторона известности Вы, наверное, тоже знакомы с Жаной Тахетовой Приходилось ли вам встречаться? Конечно, конечно По долгу службы По долгу службы мы эту, так сказать, служительницу патрульной полиции многие видели, знали лично И к ней относились, ну, 14 лет все-таки человек на службе И действительно ее ставили в пример И просто даже не находили, может быть, подобных женщин-полицейских, которые вот все силы отдавали работе А теперь оказалось, что даже какая-то там помощь подруге вот может вылиться в серьезное правонарушение И привезти на скамью подсудимых Так что это событие, которого не миновало даже, так сказать, жанатах этого зена Октюбинских дорог О том, как изменилась ситуация в морге после статьи И эти статьи были не только в газете «Эврика» Бунт в морге перезагрузка, так называется Небольшой материал, где рассказывается о том, что на смену бывшему руководителю морга Который вызвал очень большие недовольства сотрудников И об этом газета подробно рассказывала в прошлом номере Вот теперь он сменился на другого руководителя, в отношении которого тоже есть какие-то вопросы Смиренное кладбище Этот материал рассказывает о том, как, собственно, проходило Как отмечали октябинцы родительский день Это было буквально вчера И действительно, вновь были пробки Вновь всплыли те же самые проблемы, которые на нашем кладбище уже много лет присутствуют В первую очередь, это отсутствие нормальной проезжей дороги Потому что дорога узкая И могил все больше и больше становится ближе к этой дороге Действительно, все, наверное, стремятся, чтобы их близкие люди были похоронены где-то в удобном месте Но вот порядка на кладбище как такового так и нет Нет аллей, нет нормального освещения, нет лавочек, где люди могли бы посидеть Хотя это главное кладбище нашего города И, по сути, как бы, да, это главный некрополь Актобе Тем не менее, какой-то планировки И, главное, строгого контроля за захоронениями За захоронениями, за содержанием Вот как раз-таки почему-то этого нет Поэтому очень интересен будет материал Один из примеров приведен в сегодняшнем номере В тесноте и в обиде называется «Заметка» И хотя руководство кладбища оправдывается Что это кусочек земли, принадлежащий тем людям, у кого здесь похоронены родственники Ну, вот просто даже внешний вид этого вызывает Да, какое-то содрогание Содрогание Как можно было человека захоронить между двумя оградками на проходной тропе По сути, да По сути, оградка стоит прямо на самой могиле И, конечно, вот этих вопросов много И состоянием кладбища Здесь газета провела опрос Состоянием кладбища практически все недовольны Хотя отмечают, что некоторые улучшения есть Но основные вопросы по-прежнему не решены Итак, вот материал «Подтопленные дома и дороги восстановят» Он подробно дает информацию о том Как руководство нашей области Сейчас рассматривает все последствия паводка И какие предложения есть уже от Акимата Ну и, собственно говоря, что людей не оставят в беде Тоже, конечно, надеются и сами пострадавшие на то, что им будет оказана помощь И фонд существует сейчас общественный, куда деньги продолжают поступать И актюбинцы будут еще долгое время туда перечислять средства Это, конечно, нужно делать Потому что действительно среди пострадавших очень много инвалидов Многодетных семей, людей с детьми Которые сейчас просто не знают, где им искать средства на восстановление своего жилья Но виновных искать тоже будут И тоже, наверное, мы еще неоднократно к этой теме вернемся «Пророки урагана открыли в бабочке» Вот такое художественное название У материала с достаточно серьезной тематикой Потому что мы уже слышали, что теперь МВД, КАСГидромет То есть синоптики, ЧАЭС Они пытаются выяснить, а кто больше виноват в том, что допустили такую ситуацию И были попытки сказать, что это плохо Синоптики прогноз составили Что же, собственно, нас ожидает во время паводка Но так это или не так Вот в разговорах, в обсуждениях Подробно в этом материале вы, собственно говоря, и прочитаете Хотелось бы поздравить корреспондента газеты «Эврики» Ксению Вишенину с тем, что она получила пятерку во время тотального диктанта Вот по результатам этого диктанта Нужно сказать, что результат достаточно редкий Даже наши очень грамотные участники в Актубе Получили четверки за то, что запятые они там поставили И даже вместо запятых поставили скобки Это тоже считалось ошибкой Потому что текст художественный В художественном тексте, когда писатель ставит свои знаки препятания Конечно, могут быть разные мнения Но нужно было сделать все точно И вот Ксения Вишенина сертификат отличника получила За что мы, собственно, ее и поздравляем Как это проходило, как диктант проходил, какие итоги Тоже она здесь все описала Будет, я думаю, интересным материал и о том, как проходит суд над бывшим директором футбольного клуба Актубе Васильев бьется до победного конца В суде продолжаются вопросы, которые сам подсудимый задает Если он победит, это будет одна из немногих победок Подсудимых, да Директ бывшего директора, да Нужно сказать, что вопросы он задает Самые неожиданные На многие вопросы участники процесса не знают, что ответить Хотя это люди, имеющие, так сказать, прямое отношение к деятельности футбольного клуба Ну, в основном речь идет о хозяйственной деятельности И вот сейчас в защиту бывшего директора выступают и сторож и так далее Там многочисленные его сослуживцы Ну, и еще обращу ваше внимание на то, что здесь есть в сегодняшнем номере Очень интересное интервью с участником ликвидации Чернобыльской АЭС Мы именно в конце апреля отмечаем очередную годовщину этих событий И еще люди продолжают все это переживать, болеть и страдать И, конечно, в газете есть интересные материалы о том, как голландские путешественники оказались в Ак-Тубе Проехали весь материк и куда они будут ехать дальше А результат, можно сказать, о реакции на гастроли Московского театра Перетты Очень спорный материал И хотелось бы, конечно, видеть отклики наших читателей в комментариях в Фейсбуке и на сайте газеты Спасибо вам большое, до встречи Всего доброго Спасибо